В России стартовали продажи новой версии купе Infiniti Q60. Если до этого модель оснащалась только 400-сильным V6, то теперь под капотом стильной двухдверки прописался двухлитровый турбомотор отдачи 211 сил. Благодаря такой рокировке цену модели удалось понизить почти на миллион рублей. И это, безусловно, сделает автомобиль заметно популярнее, так как теперь Q60 будет предлагаться дилерами за 3 миллиона 399 тысяч рублей. В единственную комплектацию Premium включены отделка интерьера кожей и алюминием, спортивные сидения и многое другое. Снаружи этому Infiniti полагаются стильный обвес и 19-дюймовые колеса. На центральной консоли размещены два сенсорных монитора, которые являются частью мультимедийной системы InTouch. Это не только сделало дизайн передней панели лаконичнее, но и позволило уменьшить количество физических кнопок. Opel провел очередную, теперь уже главную и окончательную презентацию нового поколения Mokki. По большому счету, все ключевые факты мы уже знали, так что главным откровением стали цены. Так, в базовой версии компактный кроссовер будет стоить 20 тысяч евро. Если переводить на рубри, получим чуть меньше 1 миллиона 800 тысяч. С таким ценником на нашем рынке Opel ловить нечего, ведь более крупные Kia Sportage и Skoda Kodiaq стоят гораздо дешевле. За электрическую версию немецкие дилеры будут просить 33 тысячи евро или 3 миллиона рублей по текущему курсу. Правда, с учетом местных госсубсидий, батарейная Mokki обойдется всего на 15% дороже бензиновой. А внешне электрички отличаются только шильдиками и отсутствием патрубков выпускной системы. Напомним, что из агрегатов на бензине и солярке для кроссовера доступны полуторалитровый турбодизель отдачей 110 сил, шестиступенчатой механической коробкой, а также бензиновая турботройка, для которой возможен и шестиступенчатый автомат. Базовый вариант на бензине выдает 100 сил, а форсированный уже 130. К слову, в гамме родственных Peugeot 208 и Citroen C3 есть еще вариант на 155 сил. Но Mokki такой мотор почему-то не достался. О российских перспективах новинки до сих пор неизвестно ровным счетом ничего. Хотя формально Opel может и должен привезти этот автомобиль, ведь он построен на платформе PSA, а значит, французы имеют право продавать его на новых рынках, включая наш.